С нами на связи Олег Саакян, политолог, соучредитель национальной платформы стойкости и сплоченности. Олег, приветствуем в эфире телеканала Freedom. Также приветствую, рад видеть. Да, вот хотел спросить тебя, смотри, вот мы имеем сейчас определенный расклад на будущее, даже 10-15 лет со стороны главы службы внешней разведки. По твоему мнению, вот как ты это видишь, да, а насколько эти понятия, вот эти позиции, такой расклад, да, соответствует тому, как на перспективы смотрят страны Запада? Я бы даже сказал то, что основная часть выложенной Литвиненко, это буквально горизонт 3-5 лет, поскольку Россия действительно на 2028 год, по данным, которые он наводит, готовится к тому, чтобы выйти на уровень боеспособности, который у него был до полномасштабного отношения по Украине, при условиях продолжения, фактически, ведения боевых действий и войны. Если говорить о настроениях на Западе, то, к сожалению, они недостаточно решительны в общей своей массе, и при этом они достаточно разрознены в зависимости от региона, от стран. Абсолютно разная готовность и разное понимание, степень понимания вызовов. Мы видим, что на Западе, к сожалению, до сих пор нет общего знаменательства относительно того, что Российская Федерация уже ведет войну против Европы. Россия напала на Европу в Украине, а не на только Украину. При этом не просто пропагандистская риторика относительно противостояния НАТО, либо Европе, Англосаксам, Западу и, в общем, всем остальным доходя до рептилоидов. Это не про пропаганду. Тут прежде всего идет речь о том, что Россия уже гибридными методами дестабилизирует европейское пространство и готовится к реализации военных операций не только спецслужбистского характера. Ведь применение боевого вещества в Цолсбери, отравляющего, это также является фактически объявлением войны. Это казус Белли. Либо убийства политические, которые были на территории Европы, в частности, оппозиционеров и борцов за независимость Чечни на территории Германии. Попытка государственного переворота в Черногории, которая была вскрыта совсем по личным, что называется, были взяты российская агентура. Разные сорвавшиеся попытки государственных переворотов и влияния на политическую ситуацию, что называется, по-черному и грубо, внутри Европы, Греции, Болгарии и других странах. Также про них хорошо известно. Доходя от того, что Россия неоднократно уже пыталась подыграть дестабилизации на Балканах и создать ситуацию войны. Причем идет речь не только о Сербии и Косово, но и Боснии и Герцеговина, и другие точки напряжения, которых Россия пытается активизировать. Никто не удивится сейчас, если не только отдельная информация, которая уже появилась, будет относительно деструктивной роли России в нападении Хамаса на Израиль, ну и если появится подтверждение того, что в целом за именно таким характером нападения стояли российские спецслужбы. Ведь все больше и больше ситуация напоминает растерянность со стороны Ирана относительно того, как дальше развивались события, и что операция террористическая Хамаса носила именно столь кровавый и столь нечеловеческий характер, который такое впечатление, что был специально для того, чтобы спровоцировать Израиль на полномасштабную войну, и соответственно тянуть Соединенные Штаты в противостоянии еще в одном регионе и создать широкую дестабилизацию. Это как раз больше в стиле Российской Федерации. И вот на Западе до сих пор еще не явились на эту битву. До сих пор еще ряд сил считают, что можно попытаться попротивостоять, поздерживать Россию в Украине, и также руководствуются страхом того, что Россия может проиграть, и, соответственно, это может создать серьезные риски. И вот тут вот с калькулятором исчисляется все это очень хорошо, но при этом плохо исчисляют в средне-долгосрочную перспективу. Ведь если Россия действительно сейчас адаптируется к затяжной войне, а она это делает, она начнет дестабилизировать другие точки, и уже через несколько лет Европа и Запад будут куда в худшем состоянии, нежели сейчас, а Россия как раз и силы дестабилизации, коалиция, такой себе варварский интернационал стран, которые выступают за право силы вместо силы права, они-то как раз на тот момент будут куда более готовы, поскольку Россия сейчас фальшь стартанула. И Россия сейчас пожинает плоды того, что они не рассчитали собственную силу, переоценили самих себя, и очень сильно недооценили Украину, и даже недооценили Запад. Но тут неудивительно, ведь и на Западе сами серьезнейшим образом удивились тому, как они смогли отреагировать, и даже то, что мы сейчас видим, вот этот уровень реакции, это уже за гранью воображения для среднестатистических европейских аналитиков, если бы мы их спросили буквально 3-4 года назад, о том, что вот в Европе будут приниматься такие решения, в Соединенных Штатах будут выделяться бюджеты, в Украине будут помогать из бюджета мира, например, ЕС, и закупать снаряды Европейский Союз впервые, беспрецедентно. Конечно, они были бы крайне удивлены. Поэтому общая ситуация на сегодняшний день такая, что на Западе до сих пор правит нерешительность. Вот вроде бы как полшага сделали, но полноценный шаг боятся. Ну и назад дороги нет, назад также отступить нельзя. Вот это, Олег, мне заинтересовала позиция главы службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко. Напомню зрителям, что именно обсуждаем вот его такую вот статью, аналитическую, да, по раскладу на будущее ближайшее, там, ну, период, там, 5, 10, 15 лет, но это в целом, да, вопрос в том, не будет ли черных лебедей вот в этот период, но это вопрос не к тебе, Олег, а в целом, да, вот если я хочу акцентировать внимание на вот одной фразе, не будучи в состоянии победить Украину, за три дня в широкомасштабной войне Кремль прошел точку невозврата в отношении к Западу. Насколько вот сейчас вот мы можем согласиться вот с такой позицией, да, или все же есть какие-то варианты, которые до сих пор, да, могут предложить Путину, да, определенный сценарий, в рамках которого он, ну, как-либо, да, вот каким-то образом сможет сохранить, если не все лицо, то часть его, потому что если точка невозврата пройдена, как отмечает Литвиненко, то почему? То здесь, то там, в разных СМИ, да, в разных обсуждениях, в разных статьях аналитиков, синктенков западных, или представителей этих синктенков, мы видим вот такие нарративы, которые должны подтолкнуть Украину к определенным вещам, которые, по сути, являются, ну, сдачей, добровольной сдачей государства Украин. Слушай, ну, рецепт сохранения лица Путина, он вполне однозначен. Это 2,5-3 литра формалина, а школа бальзамирования в России, собственно, есть хорошая. А вот если говорить, что предложить Путину, ну, кстати, сохранить лицо проблем нет. Украина ничего против этого не имеет, у них Ленин лежит сохраненным лицом, сколько хотят, пускай рядом положат, либо вместо, может, вальтом один к другому. Но если говорить об переговорах, и возможностях поле потенциальной договоренности с Россией, то здесь все действительно очень и очень на сегодняшний день, скажем, исчезло, либо источилось. И господин Литвиненко, я абсолютно согласен с его позицией, поскольку, во-первых, есть кризис доверия. Между Россией и Западом, и миром в целом, Россия нарушает все взятые на себя обязательства и неоднократно, и демонстрирует, что они это будут делать постоянно, они не признают просто договоренности, надо понимать, что российская культура отлично в этом от Западной. В Западной культуре, если есть договоренность, неважно, джентльменская, либо на бумаге, она является священной. А в России любые договоренности, которые достигаются, устно или письменно, они всегда делаются с фигой в кармане, и, соответственно, это всегда рассматривается как военная хитрость и уловка. Ведь ты договариваешься только когда слабее. Если ты сильнее, то для тебя это лишь маневры для того, чтобы потом ударить. Россия всегда мыслит грубой силой. Бьет, значит, любит, боятся, значит, уважают, и, в общем, дальше можем пойти вплоть до присказок действительно и российских сказок и понять, что это часть их культуры, и они сами себя при этом не превозмогут. Поэтому кризис доверия здесь базируется и на проявлениях, которые Россия демонстрирует, и на том, что они носят очень глубокий характер и не поменяются, ну, по крайней мере, при нашей с вами жизни. Второй момент — это то, что Россия выставляет условия гораздо более выше, нежели приемлемые. И Россия прекрасно понимает, что на них не пойдут, поэтому она их и выставляет как демонстрацию своей силы. Ведь если бы они выставили какое-то требование из приемлемых, то это означало бы, что Россия слаба. Ведь большие требования, скажем, большому кораблю, большие плавания, большой стране, большие требования. Россия это делает лишь как операцию дипломатического информационного прикрытия, а не как элемент договоренностей. И если вдруг даже пошли бы на эти договоренности, они восприняли бы это как слабости, как уловки и ухищрения на Западе. Ведь россияне меряют по себе. И третий момент важный, что Российская Федерация со своими амбициями выходит далеко за рамки Украины. Россия действительно ведет войну против Запада. До этого энергетические, спецслужбистские, разными гибридными методами. Сейчас уже горячим образом в Украине. Просто удобнее бить по НАТО, бить по Европе, там, где ни НАТО, ни Европейского Союза нет. Но там, где есть фундамент общий с ними, там, где есть эти ценности, где есть идеи демократии. И, соответственно, в Беларуси можно было растоптать демократию и продемонстрировать, что мир ничего не сделает, если диктаторы зальют в крови и потопят в крови революцию. В Украине можно продемонстрировать, что если государство решило, что оно может быть субъектным и решать свою судьбу, а рядом с ним есть кто-то более сильный, то нет. Ему придется считаться с этим сильным, идти у него на поводу, и, в общем-то, его суверенитет ограничен его географией. То, собственно, против чего выступает Украина, и то, собственно, что лежит в основе всего того мироустройства, которое было создано после Второй мировой войны, кровью Первой и Второй мировой волны. Путин хотел бы Третью Ялту, но на Ялту никто с ним не согласится. А договориться по Украине для Путина это лишь тактический шаг. И Запад это, слава Богу, понимает. Другое дело, что горизонт планирования несколько разный. К сожалению, на Западе очень часто пытаются исходить из коротких дистанций, а там либо и шаг, либо под и шаг. И таким образом уже была скормлена частично Молдова из-за Приднестровского конфликта. Также были пропущены сквозь пальцы оккупация России и части территории Грузии. Также на Крым в 2014 году Запад держал прежде всего того, кого мог держать за руку. Они не могли держать Россию, соответственно, держали Украину тем, чтобы мы не провоцировали Россию и дали ей возможность оттяпать территорию. И, соответственно, после этого смиритесь с тем, что уже произошло, и после драки не машите кулаками. Это, если очень упростить, была позиция коллективного Запада. Поэтому сейчас, к сожалению, тут на сегодня каких-то особых изменений не произошло в стратегическом понимании. И, соответственно, если говорить о договоренностях с Россией, то для них просто нет ни пространства, ни доверия, ни предмета на сегодня. Вот, Олег, давайте как раз о горизонте планирования для стран Запада и поговорим о определенных ожиданиях или прогнозах. Россия может подготовить свои войска к нападению на НАТО в течение шести лет, если развязанная против Украины полномасштабная война будет заморожена. К такому выводу пришли аналитики немецкого общества внешней политики. Они публиковали в ноябре свое новое исследование, в котором подчеркнули, что РФ со своими имперскими амбициями, самая насущная угроза для стран Североатлантического Альянса. Давай услышим позицию и продолжим беседу. После окончания интенсивных боевых действий в Украине московскому режиму может понадобиться всего шесть-десять лет для восстановления войск. За это время Германия и НАТО должны дать возможность своим вооруженным силам сдерживать Россию и при необходимости воевать против нее. Только тогда они смогут уменьшить риск возникновения новой войны в Европе. Любые войска или системы, которые страны Альянса развернут за короткое время до восстановления России не повлияют на ее соображение. Она будет недооценивать боеготовность НАТО и у нее может возникнуть соблазн начать войну. Из исследований немецкого общества внешней политики. Олег, а как тебе такой расклад? Потому что вроде бы понятно, если заморозка будет давать России в первую очередь время для того, чтобы нарастить мускулы. И мы уже видим, что Россия пытается это сделать. Понятное дело, идя на контакты, взаимосвязи с странами глобального юга и не только. Та же Северная Корея, которая помогает непосредственно снарядами и оказывает военную поддержку. Если об этом говорят какие-то немецкие аналитики, но в то же время в этом же прогнозе говорится о том, что 6 лет заморозка и давайте будем готовы. Почему мы не слышим определенных вещей, которые будут говорить о другом подходе? Давайте дадим Украине все необходимое для того, чтобы обеспечить стратегическое поражение для Российской Федерации. Все вроде как ожидают чего-то, но давайте будем готовы, но вот смотрите, там в дальнейшем может быть беда. Ребята, давайте сейчас это заканчивать. Не даст верить. И, к сожалению, в первой нас учат, то, что это хроническая проблема европейского пространства. Это одна из, скажем, слабостей демократических государств, где электоральные циклы политики забираются на короткие дистанции, соответственно, есть привычка проблемы не решать, тут и сейчас, если они сложные, а перекладывать их на плечи будущего. И там, как в приказке, половина проблем решится сама собой, а половину проблем невозможно решить, соответственно, зачем на них тратить время. И вот Европа сейчас все больше пожинает плоды того, что за десятки лет после Второй мировой войны проблемы накапливались, 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 и начинают сейчас детонироваться российским влиянием, внутренними деструктивными процессами. Поэтому, когда говорят о 60-ти годах, через которые Россия подготовится и надо сдерживать и прочее, то здесь сразу же возникает вопрос, а давайте посчитаем в столбик, что называется. Первое, цена этой подготовки к сдерживанию России, сколько необходимо вооружения, сколько необходимо армии, солдат в Европе, сколько из них будет принимать участие в боевых действиях, с какими потерями в случае, если будет боевое столкновение, столкнуться, и все это, вот как бы считаем столбик, а параллельно с этим подсчитываем, сколько за это время Российская Федерация сможет заработать, сколько они инвестируют, и в общем, какая будет безопасность в Европе, мы можем общий знаменатель приблизительно вывести. И теперь, самое интересное, несмотря на все эти расходы, всю эту цену для Европы, которую мы вывели, мы можем еще и предположить, как Россия будет действовать гибридными методами внутри Европы. И для той же Германии, например, вопросом станет не столько подготовка солдат и достаточно количество вооружений, как в целом дожить до этого момента, не потеряв внутреннюю устойчивость государственную и при этом не фрагментировав свои собственные институции и политическое пространство. Ведь Россия и дальше будет вкладывать вправо и лево радикальные движения. Они и дальше будут работать пропагандисты. Причем, чем больше будет дистанция проходить методоморозки конфликта, тем, соответственно, меньше санкций будет по России, потому что они просто новые, с высокой вероятностью вводиться не будут. Старые особо ревизии поддаваться не будут, они просто будут по инерции усыхать в своей эффективности. Соответственно, пространство, это удавка вокруг России, она будет все расслабляться и ослабляться. Политическая дестабилизация в западных странах, она куда более серьезна угроза для них от России, нежели даже российские танки, если мы говорим о перспективе до вот этих 60 лет. Поэтому вполне вероятно, то, что их танки просто не выйдут из своих казарм. То, что Российская Федерация хотела добиться в Украине, и ей не удалось сейчас, в 2022 году, и то, чего России частично удалось достигнуть в Украине в 2014 году. Все моделирования военной, в случае, если бы Российская Федерация сейчас напала не на Украину, а на западные страны, оказывает, что нет ни одной страны в Европе, кроме, пожалуй, Финляндии, которая могла бы противостоять российской агрессии более эффективно, нежели Украина. Все остальные страны куда в худшем положении были, несмотря на собственное вооружение, несмотря на собственные армии, большие бюджеты и, в общем, всю показную их мощность и стойкость. К сожалению, в Европе не до конца оценивают правильные риски от России и, прежде всего, гибридную составляющую этих рисков. Если это все сложить, то тогда становится понятно, что помочь Украине сейчас разгромить российскую военную мощь как минимум на территории Украины для того, чтобы Путин остался у разбитого корыта, это куда меньшая стоимость и меньшие риски для европейского пространства. Но этот подсчет делать страшно и больно. Поэтому пока еще не дозрели. Ну, Олег, тут как раз та история, когда не все так однозначно. Да, хотел бы еще обсудить не то чтобы оценки, но то, о чем думают. Потому что, если думают, значит, анализируют и видят непосредственные угрозы со стороны Российской Федерации. В НАТО анонсировали создание аналога Шенгенской зоны в Европе для передвижения войск, чтобы упростить логистику в случае войны с Российской Федерацией. Ребята, еще раз, в случае войны с Российской Федерацией. Это начальник подразделения НАТО по тыловому обеспечению и логистике. По его словам, НАТО должно действовать на опережение и подготовить театр военных действий задолго до того, как будет применена статья 5. Сейчас перемещение войск и техники Альянса регламентируется множеством национальных нормативных документов. И военный Шенген, так называемый, позволит быстрее преодолевать бюрократические препоны, считает генерал. Но вот, Олег, получается, что думают, получается, что смотрят, получается, что анализируют реально на разных уровнях, как мы понимаем, по сути, предполагают, что война Российской Федерации и странами НАТО, она, ну, реально. Это, именно то, о чем я говорил, недооценивают гибридные способы России влиять на Запад. Действительно, можно подготовить более оперативную переброску войск. И для того, чтобы обезопасить себя условно от какого-нибудь деструктивного действия того же Орбана либо кого-то подобного, тот сможет потом взять и заблокировать на каком-то из этап, на каком-то из звеньев весь эту цепочку логистическую либо принятие решений политического, либо реализации решения. Но это лишь один из элементов, и это лишь одна из компонентов. И то будет сейчас очень интересно, и думаю, что не очень лицеприглядно наблюдать за тем, как будет двигаться этот процесс. Я уверен, что он пройдет, что называется, не без сачка и задоринки, а наоборот даже с ними, и не факт, что это удастся очень легко Западу принять это решение. Необходимо более серьезно подходить к масштабности вызовов от России, не только к танкам российским и возможности применения их, но шире. Танки сейчас необходимы в Украине. Вот это там, где России не удалось победить ни гибридно, ни экономически, ни политически. По всем стратегиям Российская Федерация провалилась, и то, что они пошли танками, это уже была расписка о том, что они не смогли, имея идеальнейшие условия, с начала 90-х победить Украину и решить свои вопросы не военным путем. А на Западе тут как раз у Российской Федерации все получается намного лучше. Можно посмотреть на Австрию, можно посмотреть на влияние России в Германии. Да вот просто даже последние выборы, очень интересный показатель. В Болгарии, где более серьезно отнеслись к российскому влиянию, ну, в частности, там склады взрывались, в общем, были свои причины, скажем, болгарским спецслужбам действительно взяться за голову и вычистить хотя бы вершину айсберга российского влияния, информационного, экономического, там даже религиозного немного взяли. И, о боже, чудо, последние выборы в Болгарии прошли достаточно спокойно, оказывается, без серьезных таких кибер и всяких других баталий, и на них победила проевропейская политическая сила. А вот Словакия, где подобного, даже похожего процесса не было пройдено относительно минимизации российского влияния, мы увидели очень черную, грязную избирательную кампанию, по результатам которой пришла команда политиков, которые занимают достаточно мягкую в отношении России позицию. Да, сейчас, конечно же, институционально на уровне ЕС и на уровне национальных институций НАТО пытаются откалибровать, а ситуацию несколько выравнивают, создают сдерживающие, балансирующие силы к новоизбранной власти Словацкой. Но, тем не менее, это уже реагирование, и оно не полностью решит вопрос. А в случае, если создаться некое дестабилизирующее событие, которое вызовет резонанс между Орбаном, между ФИЦО, между новоизбранными нидерландскими властями, если удастся создать коалицию, в чем я, кстати, достаточно сильно сомневаюсь правую, то, конечно, это может серьезнейшим образом подорвать боеспособность Европы. Но это вопрос того, что необходимо работать превентивно, а не только думать о том, что через 6-10 лет нам понадобится столько-то танков, столько-то солдат. Еще раз, они нужны уже сейчас. Европа уже сейчас обороняется на фронтах Украины. Просто есть живой, горячий фронт, и тут Украина сейчас борется за Европу, и ей необходима поддержка вооружениями, снарядами, и всем тем, что необходимо для того, чтобы побеждать на поле боя. И есть экономические, финансовые, информационные и другие поля, противодействия, фронты, если так можно сказать, на которых сейчас Европа должна принять вызов и опомниться, что они тоже находятся в состоянии де-факто войны. Не когда-нибудь потом потенциально, а здесь и сейчас. И слава Богу, то, что Украина выставила, они не находятся в состоянии горячей войны где-нибудь в районе Вильнюса, либо где-нибудь в Молдове, либо еще хуже где-нибудь в Центральных Балканах. Субтитры создавал DimaTorzok